Асфальт городища давно пришел на все улицы и во все переулки, кроме полукилометрового отрезка по улице выдающегося военачальника, героя Советского Союза Николая Ватутина. Сделать дорогу местной просят больше 35 лет. Подробности в нашем материале. Без света воды и дорог до недавнего времени перебивались жители девяти домов по улице Ватутина в городище. Но свет отвоевали, пару лет назад провели воду. А вот дорога по-прежнему почти не проезжая. В дождь буксуют даже больше грузы. И стоит шатается. И выехать не может. У другую Бог и стоит шатается. Все городище асфальтировано. И даже кое-где по нескольку раз. А до этого 500 метрового отрезка руки властей никак не доходят. Жители звонили и писали в администрацию. Их успокаивали. Что вот-вот, что скоро. Но дело не двигалось. 36 лет. Вот такое безобразие. Ремонтируем своими силами дорогу. У кого что есть, выносим, засыпаем вот эти ямки. Последние три года к нам сюда приезжают по 3-4 раза за сезон, за лето. А кто приезжает? Ну, промеряют дорогу. Вот дорожники. Кто же еще? В прошлом году обещали, что все. Сказали, вы дождь и не будете здоровы. Дороги нет. Вот по городичу, как грубо говоря, все пендициты заасфальтированы. Даже по полям, по каким-то посадкам. Переулки, где люди вообще не живут. Везде асфальт. Мы живем здесь. Нас просто, мы не знаю. Игнорируют все. Игнорируют. Кое-где лужи не просыхают даже в жару. Резиновые сапоги и калоши – основная обувь местных. А пару лет назад, когда проводили воду, ситуация на улице, которая носит имя героя, стала еще хуже. Трубы проложили, ямы засыпали, но они провалились. И получилось у нас на следующий год возле каждого дома по траншее. Они провалились, как могилы. И вот у нас 9 домов и 9 могил у нас получилось. Ну, своими силами мы их немножко засыпали. Но они все равно провалятся, провалятся. Ямы очень глубокие. Очень глубокие. Бампера уже оставили. У меня невестка. Бампера стала взять. У меня глушитель оторвал. Ну, там просто ужас. У нас очень много детей. У меня, например, муж инвалид первой группы. Я сама инвалид третьей группы. Скорая не может приехать, когда у нас распутится, когда дожди. Скорая не может сюда приехать. В последнем доме живут многодетные. На днях власти все же пообещали отсыпать этот участок. Ну, я была у Чеснокова, у Андрея Валерьевича. Сказал, что Марина Трофановна, мы победим. Сделаем мы вам дорогу. Ну, не сказал, в каком году капитальный ремонт будет. Пообещал сделать, засыпать шлаком. Пусть дать грейдер и засыпать шлаком. Это вот сейчас. А к осени, сказал, будут делать Губкин-Старайоскол дорогу и снимать асфальт. И этим асфальтом он нам еще засыпет и укатает. Если в этот раз дорога не появится, жители улицы Ватутина решили жаловаться в прокуратуру. Лариса Ульяненко, Сергей Кириченко, Симон Гречишников, 9 канал.